Нижегородских школьников познакомили с особо охраняемыми памятниками природы в рамках экскурсии. Подобных объектов в городе 36. Это лесные массивы, роща или, например, Щелковский хутор. Памятником может стать даже одно дерево. Ель колючая растет на приусадебном участке дома номер 42 на улице Короленко, где в 70-х годах 19 века жил Максим Горький. Существует предположение, что ель мог посадить лично писатель. Помимо еля, в центре Нижнего Новгорода также растут редкие виды лиственницы, маньчжурский орех, вековые дубы и другие. Школьникам рассказали, что памятники природы и территория, на которых они расположены, охраняются государством. Их нельзя спиливать, разжигать рядом костры, а также проводить любые строительно-монтажные работы. Недавно были установлены аншлаги, которые можно видеть в данный момент. Значит, на аншлагах указано, что запрещено делать в определенном радиусе от этих охраняемых объектов. Они несут достаточно большую роль в жизни города. Они несут огромную научно-исследовательскую роль. Ведь на территории этих памятников могут жить определенные уникальные живые организмы.